всем доброго вечера ну вот сегодняшний вечерний у нас я посвящаю на тему вот вот это роликов которую я поставил это мне мой друг отправил и земляк мой я говорил же про него вам ему тоже 60 но он бодр силен как говорится это он тоже россиянин уже живет пять лет в алании но из них четыре года скорее в алании а год где там же в анталии около года до видео все это да люди там как видели вот в этом основном кто там купается сейчас в это время январе месяц это в основном наш соотечественник наш соотечественники в основном живущие там но приезжих то сейчас маловато основном живущие там на постоянной основе вот кто-то по туристическим этим еще которых еще действует в ныже кто-то который купили квартиру живут в основном женский пол в основном женский пол вообще я скажу одно что первооткрыватели первооткрыватели анталии алании в основном турции да в основном я бы смело бы сказал бы женщина женщина открыли ну по интернету знакомились ходили замуж приезжали и пошло пошло поехало и женский блогер блогерши как говорится расхвалили на весь это сама в основном русскоязычный мир и народ как говорится это сам но турки сами в это время конечно не купаются очень редко очень очень основного 99 процентов там купаешься это наши сограждане соотечественники я честно говоря живя там 8 лет купальный сезон для себя открывал в июне и заканчивал уже сентябре почему потому что хоть и тепло было вода прохладно я туда не лез как говорили себя в маржане строил да и меня в море особо то как-то я сам я родился вырос на берегу большой реки амударе большинство из вас наверное не знает эту реку огромная река не меньше чем река волга кстати первый железнодорожный мост через амударю построили 1901 году еще во времена правления николая 2 1901 году металлоконструкции основном изготовили брянск из брянска возили металлоконструкции длина моста составляла 1600 метров это больше полтора километра по сравнению хочу сказать что через волгу 1400 с чем-то метров в одном месте это была такая статья что на 200 метров на шире вот длина пролетов составляет 60 метров впервые было заклепочный мост на заклепку на заклепку открыта была она при участии генерала-губернатора этой области и бухарского эмира потому что чажо входило бухарский эмират то время и как говорится его высочество бухарский мир сейчас до сих пор этот мост действует прошло уже более ста лет этот мост работает служит людям и вот я на берегу этой реки вырос почему его называют амударя потому что амударя бешен джейхун еще его называют джейхун потому что бешеная река не знаешь сегодня где прорвет она берега меняет иногда огромной бешеной скоростью даже помню еще во времена перестройки целый автобус есть такие места где паромные переправы района далеко там целый лаз автобус людьми потащил короче туда и все и не нашли ни автобус не нашли ни людей не нашли вот она уже это невозможно где искать вот настолько это самое водится хорошая рыба сон там толстолобик белая амурская рыба каракумский канал тоже через нас так что каспийское море я узнаете я же говоря и горы я всего вот этого и гор и рек рек и моря и все это красота и фруктов вот сегодня другом разговаривал он же долгое время жил в москве вот потом сюда переехал он говорит таких дынь говорит таких виноградов которые туркмени говорят ягод нигде не пробовал у нас дыни такие что нарезал руку вот так сделал рук оторвать от друг друга невозможно от сиропа его уже настолько я таких туркменских дынь помнить вокзал для двоих никита михалкова дыни чаржуйские чаржуйские дыни это наши дыни желтые дыни мощняры мы советские времена и сейчас это делать советские времена на экса на экспорт отправляли и сами дыни вот это гулябы дыни желтые большие вот и из них еще делал сушеные дыни их нарезали на нитках длинных это и потом друг другу вот так как косички ящики отправляли японию в америку в германии экспорт был отправляли сушеные дыни и виноград тоже и гранаты и всего этого я навидался как говорится мне поэтому как-то голодным глазам я не смотрю на все это фрукты мрукта бросаться кстати наши рынки тоже побогаче чем здесь вот даже возьмем даже соседний наш ташкент а вот от меня 600 километров на бухара вообще 100 километров бухарской рынке вообще молчу ташкентские рынки да там вообще разнообразие на рынках да вы чё там домашние рынки и здешние рынки ну здесь да фермерские все привозят и помидоры огурцы туда а там чего толка нет в этих рынках ташкентский рынок если когда-нибудь вы поедете там отдыхать или чё ребята это вообще это вообще нечто а там чайхани какие а там пловные самсычные ой блин это вообще нечто это просто обалдеть во времена службы я когда домой летал в отпуск и учебы службы я через ташкент всегда я обратно короче ташкент загружался всякими там это и приезжал очки мол помните монолиза дипломата вот эти да они все изготавливали ташкенте таких зонты и манты я когда привозил они говорили ты чё в америке был что ли где-то я говорю с ташкент это все это ташкент и все поэтому я же говорю я насчет этого глаза у меня сытые меня вот этими морем вот этим фруктами не возьмешь да и так отец воспитался это самое да что вырастил так что он говорил что ты не должен быть голодными глазами ни на что ни на и в отношении удовольствие и в отношении всего-всего-всего-всего поэтому наши люди это не видели никогда большинство никогда не видели вот просто себе всю жизнь сибири жили или за уралом да я николе но это не что это вообще там это и меня лично это абсолютно я на это спокойно смотрю я и на богатство спокойно смотрю на все это остальное мне это меня и женщинам не возьмешь вот так вот это самое понимаете поэтому даже во времена службы когда было такое время когда топили друг друга и про меня сказали там где-то сидели тогда его ничем не возьмешь его на взятки как его не возьмешь бабами его не возьмешь наркотики не возьмешь не каким-то бесполезным его только убивать надо на хрен и все вот поэтому я не слаб на это дело а вот туда приезжает в наши да особенно женщины готовы за это море идти на все короче да блин ну и как раз где вот такое делай там и годом и самморо годом и самморо говорят же мне это не нравится да я люблю на песке полежать в эмиратах тоже хорошо насчет это фуджейры дубая но люблю полежать но это не значит что я должен каждый там лежать каждый день короче отдыхать кайфовать и тем более вот такой вот толпотворение наших нет это не моё поэтому мне здесь спокойно мне здесь спокойно нормально и как говорится я своей тарелки себя чувствую свои тарелки себя чувствую но сегодня здесь тоже солнышко было до 10 градусов 10 градусов тепла было солнце было ночью до до минус 2 доходит до минус 1 доход у меня термометр стоит на балконе рассмотрю минус 1 12 час ночи утром начинается потепление с 8 часов уже пошел подъем уже плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 5 и вот так пошло одну машин на улице которые ставят которых нет места на гараже да вот у них стекла обледенела я вам показывал обледеневшие такие у меня теплый гараж выезжаешь и дела сделал приехал закрыл чик кнопочку нажал закрыл все нормально магазины рядом все шаговые доступности парк из захотел сауну пожалуйста мы с максимом куда ходили здесь рядом сауна там разная сауна максим видела холодными это сухим паром к таким паром но ментолом короче ментол там короче дышишь там вот как раз кто болеет момента моря там где-то минут 10 держи блин оттуда выйдет здоровенький бассейн там и хамам огромный горячий камни душевые общем короче и лежишь кабинка своя отдыхаешь кайкуешь а чё еще надо на фиг это море на этих голожопах что ли вот это ходит на них что ли смотреть а не хочу это вот такие дела а я же говорю а для наших которые никогда ничего не видели у нас обычно говорят очкусь очкусь холодные глаза никак не насытиться понимаете никак не насытиться готовы за это море за это мандарины на все идти на на все и колпашня между собой не все там которые отдыхающие живущие там не все представляет себя такой вот это нормальных очень мало очень мало есть но очень мало очень мало а здесь другой менталитет другой народ общение да и здесь больше возможностей чтобы себя реализовать там где себя уже реализовать ну где ну пона открывали наши там какие-то консалтинговые группы какие-то эти туркожонка в основном ну а ты с кем они работают с немцами что нет с американцами нет с кем они работают с нашими русскими украинцами казахами киргизами русскоязычными они будут русскоязычными кто и у них как и у них клиенты какой консалтинг какой там это пока есть там наши у них есть деньги они могут на этом заработать не будут наши хлеба у них нету так что а здесь во все времена круглогодично круглогодично здесь даже охранник зарабатывает ну государство граждане охранник дар от 10 до 15 тысяч зарабатывать все нормально жить можно так что жаловаться грех жаловаться грех всех вам благ хорошего настроения пока